Привет! В ходе этого урока мы с вами поработаем над главной страничкой на нашем сайте. Также заходите на сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете полный видеокурс по ASP.NET, а также домашние задания, готовый код и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте в описании к этому видео. Для работы с главной страничкой нам потребуется создать новый контроллер. Соответственно, в папочку Controllers мы добавляем новый класс. Данный класс будет называться как HomeController. Ну и, соответственно, его сюда просто добавляем. Первое, что мы сюда пропишем, я предлагаю даже скопировать из ShopCardController. Это, в принципе, вот это вот Private IAllCars. То есть мы будем, даже вот это все давайте скопируем прям вместе с конструктором. То есть нам точно так же, как и в ShopCardController, нам тоже необходимо иметь доступ к репозиторию со всеми товарами, которые у нас вообще есть. Итак, единственное, что здесь мы меняем, это мы меняем название конструктора, а также подключаем папочку с интерфейсами. Вот. Ну и да, здесь второй параметр нам попросту не нужен. Вот так. Так, окей. Теперь, что нам необходимо сделать дополнительно? Дополнительно нужно создать новую функцию, которая будет возвращать нам определенный какой-либо шаблон. Соответственно, это Public. Она будет возвращать нам, да, конечно же, необходимо дополнительно указать, что мы все наследуем от класса Controller. Вот. Да. И пока это все не отображается, просто потому, что у нас еще не подключен Microsoft S.PanetCore MVC. После чего, когда мы это подключили, мы можем с вами прописать здесь ViewResult. То есть, она будет возвращать нам некий шаблон. Сама функция будет называться Index. И в ней нам необходимо создать, по сути, ну, то, что мы возвращаем некий View. То есть, давайте это сразу здесь пропишем. Мы возвращаем некий View. И в него необходимо будет передавать объект. Объект — это будут все те товары, которые должны отображаться на главной страничке. У нас на главной страничке отображаются лишь те товары, у которых параметр IsFavorite указан как True. Помните, еще в самом начале, когда мы с вами создавали модели. Так, где у нас эта папочка с моделями? Data, Models. Вот. И вот здесь, если мы зайдем в Car, то мы с вами еще в самом начале создавали параметр IsFavorite. Так вот, наконец, мы к нему добрались. Если у нас будет установлен параметр IsFavorite, то это будет означать то, что мы этот товар показываем на главной страничке. Вот. Поэтому давайте мы сделаем здесь следующее. Давайте, наверное, создадим опять-таки новый ViewModels. Вот. Поэтому нажимаем на ViewModels, добавить, добавить класс. Назовем его как HomeViewModels. Вот. И здесь, по сути, все, что нам необходимо будет прописать, это просто Public. Public. IEnumerable. И, соответственно, тип данных здесь будет Car. Так, конечно же, необходимо тоже его подключить. ShopDataModels. Вот. И это будет FavCars. К примеру, так. И можно будет их установить, вернее, получить и установить. Вот. Окей. Теперь переходим обратно в HomeController. И здесь мы просто с вами создаем новый объект. Например, HomeCars будет он так называться. И создаем новый. И выделяем память при помощи нашей модели, которую только что создали. HomeViewModels. Также всю папку с этими моделями мы подключаем. Неверно подключил. Сейчас, давайте еще раз, секундочку. ViewModels. Вот. И здесь просто создаем сам объект. Объект у нас будет дичайше простым. Это просто мы указываем FavCars. И они будут у нас равны такой вещи, как CarRap. Точка FavCars. То есть получить лишь машинки, у которых Favorite указан как True. Мы эту функцию с вами создавали еще ранее. Видите, вот сейчас она нам как раз пригодилась. И она вернет нам лишь нужные нам машинки. И все, что остается сделать, это просто передать в сам шаблон HomeCars. Вот и все, в принципе. Теперь мы создаем в папочке View новую папку, потому что новый контроллер, соответственно новая папка. Данная папка будет называться Home, то есть так же, как и наш контроллер, только без слова контроллер. Внутри папки создаем еще один файл, это представление. И он должен называться точно так же, как и наша функция, то бишь Index. Чуть-чуть, наверное, написал Index. Пускай это будет пустой шаблон, ничего больше не прописываем. Просто нажимаем добавить, и сейчас мы его с вами полностью сделаем. Давайте подождем парочку секунд. Сейчас этот файлик у нас добавится. И мы сможем прописать в нем код. Окей, файл добавился. Все из него полностью удаляем. Сразу говорим, что мы здесь подключаем HomeViewModel. То есть вот этот файлик, вот этот класс, который мы с вами здесь создавали. Далее нам необходимо, по сути, все точно то же самое. А, да, конечно, неправильно прописал. Изначально необходимо прописать Model, а дальше сказать, какую модель подключаем. Далее нам, по сути, здесь необходимо прописать все то, что у нас есть в таком файлике, как CarsList. По сути, давайте мы все сюда скопируем и вставим непосредственно здесь. Здесь будут указаны, например, не все автомобили, а лучшие автомобили. Дальше вот эта категория дополнительная здесь не будет у нас указываться. Вот это, пускай, наверное, так и будет указываться. Вот. Далее мы с вами в цикле перебираем все автомобили. Причем Model не All Cars мы здесь используем, а мы здесь используем с вами Model Fav Cars. То есть, ну, машинки, которые должны отображаться на главной страничке. Далее мы вызываем с вами вот этот вот дополнительный шаблончик, который называется All Cars. Мы его с вами тоже создавали, он находится в папке Shared. Вот он, All Cars. И в него просто передаем каждый раз объект, который необходимо будет отобразить. Теперь это запустим, посмотрим, что у нас получилось. После запуска мы видим, что у нас все работает корректно. На главной страничке у нас отображаются лишь те автомобили, у которых значение Fav Cars установлено как True. При этом нам не нужно в URL-адресе переходить на, ну, то есть указывать сам контроллер и указывать функцию. То есть нам не надо прописать Home и дальше, например, Index. Вот. Нам это не надо. Если мы пропишем, конечно же, обработается все точно так же. Но при этом это делать не обязательно. В дальнейшем мы еще познакомимся больше с отслеживанием URL-адресов и научимся отображать, ну, вот, например, отображать определенный контроллер при, например, неуказании URL-адреса. Вот. Но пока вы уже можете заметить, что если мы создаем Home-контроллер, то он как бы автоматически означает то, что это как бы главный контроллер. И если мы переходим на вот главную страничку, не указывая ни контроллер, ни функцию, то вызывается главный контроллер, который у нас Home-контроллер называется. И внутри этого главного контроллера вызывается функция, которая как раз называется Index. Вот эта функция. Соответственно, так это все здесь и работает. Давайте еще немножечко поработаем над главной страничкой. Буквально просто над HTML-ом поработаем. То есть мы перейдем в Shared, в Layout и здесь чуточку поправим всю нашу страничку, чтобы сайт уже выглядел как-то более-менее красиво. Во-первых, здесь мы давайте укажем 2019 год. Здесь мы укажем, например, все права защищены. Вот. Privacy это все мы уже здесь указывать, например, не будем. Ну, давайте, ладно, соглашение. Напишем соглашение. А вот эту дополнительную ссылку здесь удалим. Ну, это, в принципе, так. Не обязательно, конечно, но пускай прописали такие вещи. И единственное, что я хотел поработать, это насчет самой шапки. Здесь, во-первых, мы имя поменяем. Теперь имя у нас пускай будет как ITProger. Дополнительно я поменял здесь кое-какие ссылки. Теперь у нас есть ссылка на главную. И, в принципе, она будет действительно переадресовывать на главную. Для этого мне просто здесь необходимо поставить слэш. Вот. Про нас пока никуда не будет переадресовывать. shop пускай будет переадресовывать нас на shopCard. На shopCard. И индекс можно не указывать, потому что индекс это функция, которая будет вызываться по умолчанию, если у нас не указана сама функция. То есть, вот если в данном случае я просто укажу лишь контроллер, то это автоматически будет означать, что будет вызвана функция индекс. Вот. И, в принципе, я такое уже запустил в браузере. Давайте посмотрим. Вот как оно у нас все сейчас выглядит. В принципе, неплохо. И единственное, что можно еще, наверное, добавить, это то, что вот у нас есть здесь класс fix.top. Я его тоже удалю. Просто, чтобы оно не было у нас зафиксированным непосредственно к верху странички. А теперь у нас шапка не зафиксирована, и все объекты как бы не прилегают к шапке, что тоже довольно-таки неплохо. И на этом, в принципе, все. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а также переходите на сайт itproger.com. Все ссылки в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok